Итак, всем привет! С вами Лена на канале InfamityInfam. Большое спасибо за то, что подошли на мой канал. Скажем, сегодня я хотела бы сделать урок макияжа. И, конечно же, макияж этот на мне. Сейчас закрою глаза, чтобы вы видели. Да, макияж я просто назвала жемчугом, потому что он такой очень нежный. И в основном его сущность именно в переливе и очень таких нежных цветов. Он идеально подходит на работу. Я лично так на работу хожу. И, по-моему, вот именно такой неброскин и в то же время подчеркивает вашу красоту. Конечно, если у вас еще будут жемчужинки на ушах, то будет смотреться это еще красивее. Так что, если вас макияж заинтересовал, то с удовольствием давайте его сделать вместе. Итак, первым делом я нанесу консилиер от Arteco. У меня номер 15. Наносить я буду своей кисточкой для консилера. То есть я особо не люблю эти кисточки. То есть я вот так вот закручиваю, набираю продукт. И потом наношу на глаза. Спасибо. 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 Так, я выровняла цвет век консилера. Так вот чуть подождать надо. Затем я на все века нанесу вот этот вот перламутровый цвет. У меня это набор от Pupy. И мне что нравится, что я нанесу на пальчик. Вот он такой перламутровый. Переливается. Очень красивый цвет. В нем немножко присутствуют блестки. Надеюсь, что камера передаст именно очень красивый отлив, который он дает. Перелив такой. Что ж, набирать я буду вот такой вот лохматой кисточкой. И так на все века. Итак, я нанесла на оба глаза тени. Я надеюсь, что видно вот именно как переливается цвет. Такой перламутр, очень напоминающий вот перламутр жемчуга. Ну, если сравни, не знаю. Вот. Следующим этапом будет я бы хотела в перламутр добавить немножко серого перламутра. Делать немножко еще более холодных. И это будут вот эти вот серые тени. Вот они. Они тоже такие переливающиеся. И я возьму у меня вот такие две лохматые кисточки. Вот вторая. Я наносу серый перламутр. Наносить я его буду вот именно по косточке, но такими дымчатым образом. Создавая вот немножко дымку. Поэтому я буду не мазать, а сначала немножко как бы цвет вбивать. И вот такие вот. Вот так вот. Чисто вот слегка немножко подчеркнуть. Вот так вот. Тоже самое и с другой стороны. Затем я возьму еще очередную лохматую кисточку. Вот такую вот. И наберу белый цвет. Вот он, вот этот вот белый цвет. Ликновенный белый. И нанесу вот дрожь. То есть вот эту серую грань, он ее растушует в белый цвет и высветлит вам подбровную арию. И можно чуть-чуть в уголок. Вот так вот. То же самое и с другим глазом. В уголок. Дальше я возьму вот такой вот сфломастер. Мой это Евроше. Вот у него вот так вот это выглядит. У него такой вот кончик. Очень удобно в применении. Я сначала как бы сделаю такую линию. Теперь буду делать второй угол. Так, стрелки у него сделаем. Теперь я щипчиками немножко подкручу лиснички. Затем возьму вот такой вот кхоль. Вот Евроше и подкрашу чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Что-то цвет довольно насыщенный черный. Я его растушую вот такой вот плоской кисточкой. Вот так вот. Если следующим этапом будет, я буду подкрашивать свои реснички. Вот такие вот.